Вот так прожигаются свечи. Расковые свечи для ушей. Необходимо закрыть ухо. Свечи делаются чисто из воска, с длиной. Лучше конечно от бумажной полос, без всякой синтетики. Я потом на видео покажу как они делаются. Длина свечи где-то порядка 12-15 сантиметров. Желательно чтобы было нормальное, не сильно маленькое отверстие входящее. Древняя славянская медицина очищает, то есть вытаскивает серую из ушных раковин, из ушной раковины. То есть прожигается свеча где-то через день справа и с левого уха. После окончания прожигания посмотрим какой результат у нас получился. Так, если свеча немножко прогорела, можно ножницами аккуратненько вот так раз и затушить водяной ванью. Так, ну ждем когда свеча догорает, чтобы не жгло тело, лицо. Для этого специально покрываем полотенцем любым, желательно не махровым и обязательно не синтетическим. Почему? Потому что, чтобы не было возгорания. Вот еще осталось пару минут. Посмотрим какой получился результат. Обычно такая процедура производится где-то порядка 5-7 до 10, до 12 раз. Уже с 5-6-7 процедуры уже серая из ушей выходит значительно меньше. То есть происходит очищение ушей от серных отложений. Вот уже подходит наш процесс технологический к окончанию. Уши не жгут? Не жгут? Не, сверху, сверху. Немножко тепло, да? Верхняя часть начинает. Начинает. Ну все, когда уши начнет подгорать, ухо тогда начнем снимать. Хорошо. Так, ну все, я думаю, достаточно, чтобы не было пожара. Так, берем аккуратненько пинцетом, вытаскиваем и затушиваем в водяной бане. Вот уже отсюда даже видно, что, видите, вот отверстие, входное отверстие, которое всовывается непосредственно в раковину уха. Вот оно забито. Я сейчас развернул. Так, сейчас разворачиваем то, что у нас получилось. Посмотрим, что у нас какое левое... Левое ухо было, да? Угу. Так, левое ухо. Вот разворачиваем. Вот, и видим, сколько там из уха вышло серы. Это всего лишь одно ухо. Вот смотрите. Вот такое количество. Сейчас прожгем правое ухо и посмотрим, что у нас получается. Из правого, да? Тоже зажечь свечу сразу. Вот, пациент сам себе установил свечу. Желательно до этого положить салфетку, полотенце. Повторяю еще раз. ХБ, либо лучельное ноя. Вот и наблюдаем за процессом. Вот, свеча хорошо разгорелась. Я тоже какой раз? Четвертый раз. Четвертый раз всего лишь делаем прожигание. После этого и до этого ничем закапывать не нужно. Ни перекисью водорода, ни камфорным маслом, ничего. То есть, благодаря воздушному потоку, создающему свечой, вытягивается весь мусор, вся грязь из ушей. Часть свечи, которая уже обогрела. И подождем сейчас еще минуту, до того, как тепло начинает передаваться уху пациенту. Чтобы не было горячо. Никаких ощущений нет? Ну, там, не печет ничего, там, не щипет. Тепненько. Ну, хорошо. Обращаю ваше внимание, что необходимо обязательно присутствовать при этом процессе. Чтобы не было случая сгорания, либо там, прижечь уху пациенту, там, своему родственнику, товарищу или клиенту. Так, еще полсантиметра. Берем пинцет. Что нет? Не печет. Не печет, это хорошо. Берем пинцет. И аккуратно вытаскиваем. Что, ты тут снимаешь? Ну, да. Так, еще бы, какой-то. Не-не-не-не-не. Так, вот, снимаем аккуратненько. И душим в водяную баню. Все, сейчас я разверну и посмотрим, что у нас получилось, как очистились правое ухо и левое ухо. Все. Так, разворачиваем и смотрим другое ухо. Правое, да, получается? Так, и вот у нас правое ухо, вот. Обратите внимание. Вот. Сколько мусора. Сколько в правом ухе. Ну, это нормальный процесс. Ну, да, за столько лет. Вот, это у нас одно ухо, это правое, это левое. Вот. И вот результат. Это левое ухо. Вот у нас вышло из уха, столько вытянуло. Это правое ухо. Так что, друзья, это практика нормальная, оздоровление организма, человека, однородными способами. Смотрите, пользуйтесь возможностью. Тем более, она практически ничего не стоит, кроме как воска и ткань, можно всегда найти в домашних условиях. Все. Вписывайтесь на наш канал. Как, чем, зачем. Почему? Потому что будет выложено еще достаточно много интересного. Все. Всем привет. Ставьте лайки. Всего наилучшего.